Пути развития конкуренции в регионе определены. Руководство Крыма и Севастополя скрепили соглашения подписями с Федеральной антимонопольной службы России. Это уже не первая совместная работа. Развитие частного бизнеса в регионе по-прежнему остается в приоритете. По уровню развития частного предпринимательства, частной инициативы, сегодня полуостров впереди в большей части регионов России. И там, где сегодня еще во многих вопросах остается даже не понимание того, почему нужно поддерживать частный, малый и средний бизнес, то здесь такого не то, что нет непонимания, уже усилия, которые сегодня прикладывают органы власти республики и города, они заслуживают не просто большого внимания, это хороший опыт. Наряду с этим глава ФАС отметил, что появление частных монополий в некоторых направлениях является нехорошим фактором. Единственный их интерес – это получение прибыли, а социальные задачи частники игнорируют. В свою очередь, глава Крыма Сергей Аксенов рассказал, что необходимо рассмотреть изменения в национальном плане развития конкуренции на полуострове, учитывая его особенности. Идем по дороге, которую прошли уже за 25 лет практически все субъекты, но многие программы у нас просто не адаптированы, не работают и с точки зрения конкуренции у нас пока ситуация тоже, которая отличается от других субъектов Российской Федерации. Отсутствие крупных игроков на рынке, начиная от того, что у нас нет ни одной крупной сетевой компании, ни госкомпании с государственным участием, ни частной компании, которая является драйверами экономики в других субъектах Российской Федерации, то есть как бы бюджетообразующими. По многим показателям, хочу сказать, что мы уже достигли тех целей, которые там заявлены в национальном плане, которые озвучил президент. Обсудили и вопросы стоимости топлива в Крыму. Игорь Артемьев недоволен тем, что происходило на полуострове с ростом цен на бензин. Необходимо ориентироваться на цены центральных регионов России. И это несмотря даже на все логистические сложности. Мы на самом деле не очень довольны тем, что здесь всегда происходило. Я знаю, что Сергей Валерьевич уделял этому всегда внимание. Мы говорили о том, что все ссылки на переправу до того, как даже мост заработал, мы считали, ну, меру роста цен, связанной с переправой, совершенно неадекватной. То есть я считаю, что для Крыма характерно, особенно после открытия моста, и особенно когда железнодорожный переход будет завершен, нужно ориентироваться на цены, в общем, центрального региона. И, собственно, условно говоря, цены здесь могут быть и должны быть немножко ниже, чем в Москве в конечном итоге. И несмотря на все там сложности логистические, которые при этом возникают. Игорь Артемьев рассказал, если продавцы нефтепродуктов не снизят цены на топливо, то их ожидают санкции в виде штрафов. В отношении отдельных крымских компаний, которые еще не пришли в адекватное состояние установления цен на топливо, возбуждаются новые дела. Айша Шулакова, Дмитрий Низовой, телеканал Милет, Ялта.